Всем привет! Увидев меня здесь в полях радиостанцию R105, вы можете подумать, что я собрался опять сделать видео об этой радиостанции. Но нет, подробный видеорассказ о такой радиостанции у меня уже есть. Радиостанция это кстати говоря не R105, а R109M, но разницы никакой нет. А сегодня я хочу вам показать как работает эта радиостанция совместно с телефонным аппаратом ТА-57 с ТАПиком в качестве устройства дистанционного управления. Я сейчас нахожусь в овраге, а вот там за этим склоном оврага на удалении нескольких километров находится станция с которой мне нужно связаться. Сейчас я попробую установить связь отсюда, из оврага. Бывают такие ситуации, когда нужно находиться в овраге, подниматься наверх, не очень хорошо. Если у меня это не получится, что скорее всего вероятно, тогда я буду предпринимать какие-то меры по подъему станции наверх. База-база-база-база, прием. База на приеме. Слышно очень плохо, но что-то слышно. База-база, как меня получаешь, я слышу очень-очень плохо. Очень плохо тебя слышно, практически ничего не понятно. Разбираю тебя очень плохо, разбираю очень плохо. Алексей, разобрать ничего не могу. Текст. Связь очень плохая, разобрать практически ничего невозможно, так что нужно как-то поднимать эту радиостанцию наверх. Моток полевки частично размотан. Радиостанция теперь на краю склона оврага. Включена, с закрытыми крышками. Сейчас начался какой-то небольшой мелкий моросящий дождик. Я надеюсь, что он закончится. Температура очень жаркая, под 30 градусов еще и вот такая влага сверху стала на нас падать. Радиостанция 109 с закрытыми крышками допускает погружение в воду. А уж дождь, тем более, она переживет закрытая. Именно как раз вот для того, чтобы она стояла где-то работала автономно, управляемая по полевке. И нужна такая влагозащита, а не для того, чтобы ее положить в воду. Подключаю полевку к тапику. Сразу слышу шум эфира. Это хороший признак. Значит кабель полевой исправен. Пробую связаться с базой. База, 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 прием. База на приеме. О, как хорошо слышно. Я тебя прекрасно принимаю. Как меня слышно? Прием. Ну, это другое дело совершенно. Я тебя тоже прекрасно слышу каждый слой. Все отчетливо, громко, понятно, совсем другая история. Отлично, наконец-то. Я тебя тоже очень хорошо слышу. Все, спасибо. Будьте на дежурном приеме. Хорошо. Пока вызывал базу, солнце вышло между туч. Слышно, прекрасно стало. После выноса станции на край оврага появилась прямая видимость и все прекрасно слышно. А я так остался здесь внизу в овраге. Меня оттуда ниоткуда не видно сверху. И по Та-57 и полевке я прекрасно управляю этой 109 станцией. Можно было бы еще дальше размотать эту полевку. Я думаю, у меня здесь ее метров 150-200. Можно было бы еще дальше в овраг спуститься и все равно было бы прекрасно слышно. Конечно, в Та-57 наушник не кричит, как громкоговоритель в какой-нибудь современной носимой станции на всю поляну. И его не слышно. Слышно только, когда рядом с ним находишься или к уху прижимаешь. Во-первых. Во-вторых, в 109 станции практически 60-летней давности разработки нет шумоподавителя и всегда слышно шум эфира. Но зато не пропустим важное сообщение. Конечно, в таком режиме нельзя управлять радиостанцией, нельзя поменять на ней частоту. Она постоянно включена, нельзя экономить питание. Например, если мы сейчас связались, а договорились, что следующий сеанс связи через три часа, то нельзя выключить питание на радиостанции. Но это сейчас у меня здесь нет людей. А в случае, когда обычно используются эти станции, конечно же, есть бойцы, которого можно одного из них послать и сказать выключи питание или замени батарейки. Конечно же, такая возможность дистанционного управления по проводу есть и в более современных радиостанциях и в радиостанциях 80-х годов типа R-159 и тому подобное, и в еще более современных. И такая функция может быть использована, когда у нас узел связи, например, расположен где-то в помещении, в подвале, в землянке, ну или как у меня сейчас в овраге. Радиостанции, конечно же, нужно установить на высокие места, например, на чердак здания или на какой-то холм на гору, который просматривается, простреливается. В общем, удобная возможность. И, конечно же, кабели по легке. Может быть, несколько километров, очень большое, может быть, расстояние для того, чтобы дистанционно управлять радиостанцией таким образом. В наше время, уже в 21 веке, дистанционное управление можно сделать по радио. То есть, на самом деле, это будет называться не дистанционное управление, а ретрансляция. Радиостанция может иметь такую встроенную функцию или, может быть, объедено две радиостанции. Рядом установлена одна для связи куда-то надаль, другая для связи с оврагом, грубо говоря, как у меня сейчас. Но такой способ, такой режим имеет свои преимущества и свои недостатки. Преимущество, конечно же, то, что нет кабеля полевого, не нужно его нигде прокладывать, а просто установили и все. А недостатки, то, что появляется зависимость от еще одного радиоканала связи. То, что внизу здесь, в овраге или где-то в помещении, в подвале, у нас должен быть не ТАПИК, не простейший телефонный аппарат, а еще одна радиостанция со своим источником питания. Как вы догадываетесь, у ТАПИКа тоже есть источник питания, но его обычно хватает на многие дни, недели или месяцы. А радиостанция, которая бы у нас использовалась в случае выноса с дистанционным управлением по радио, она, конечно же, так долго не будет работать от одного источника питания. Ну, в общем, и другие разные недостатки. Хотя ретрансляция по радио, конечно же, тоже очень удобна. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, никогда ни вам, ни мне не придется использовать какие-то военные радиостанции с дистанционным управлением или без него в боевых условиях, а только вот как сейчас я во время экспериментов. Или же для того, чтобы использовать их в мирных целях. Так что используйте радиосвязь, это очень удобно. Используйте радиостанции по прямому назначению для передачи информации. В мире существует не только сотовая связь, но и радиосвязь. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и Фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока!